Глубоко уважаемые коллеги, на повестке дня у нас с вами обсуждение их контрастирования в урологии, наверное, в частности о почках поговорим. О чем хотелось бы сегодня донести, о чем хотелось бы сегодня рассказать, что мы будем обсуждать конкретно. В первую очередь это непосредственно сложности в УЗИ-диагностике почек. И два важных момента, на которые хотелось бы обратить отдельное внимание, это кистозное образование почки, насколько их контрастирование может нам помочь в данном вопросе. И место контраста для пациентов после выполнения криоабляции, так как это достаточно уникальная технология, выполняется только в нашем центре. Коротко об этом расскажу. Буквально два момента, которые хотелось бы отметить в эпидемиологии. Несмотря на то, что опухоли почек, они находятся далеко не на первом месте на данный момент, тем не менее по темпам прироста значительная цифра за 10 лет с 2005 по 2015 год. И также хотел обратить внимание на то, что очень-очень большое количество образований почек выявляется, к большому сожалению, случайно при обследовании по какому-то другому поводу. Коротко о вариантах. У нас есть почечно-клеточный рак. Чаще всего он представлен светлоклеточным вариантом. Также существуют популярные и хромофобные варианты. Если говорить о доброкачественных образованиях почек, то это чаще всего кисты категории 1-2, ангиомиолипома и онкоцитома. И прежде чем начать говорить о контрастировании, о плюсах, о минусах, хотелось бы напомнить, что у нас есть B-режим. На современных сканерах этот B-режим позволяет отличать 256 градаций серого цвета, но, к сожалению, мы не позволяем способности и возможности нашего организма их как-то интерпретировать. Может быть, если бы у нас были такие ресурсы, может быть, нам бы хватало бы режима для каких-то умозаключений. Касаясь актуальности, в рекомендациях Европейского общества ультразвука в медицине и биологии есть три достаточно важных момента, на которые отталкиваются специалисты. В которых говорится о том, что целост в первую очередь может отличить псевдоопухоль от истинной опухоли. Во вторую очередь рекомендуется выполнять данные исследования для дифференциальной диагностики кист, в частности, категории 2F или 3. И может быть использован для характеристики сомнительных поражений почек. Если честно, сложно интерпретировать, что имелось в виду подсомнительными, но предполагаю, что это можно отнести к псевдоопухолям или так называемым гиперплазии колонной Бертини, с которым специалисты достаточно часто сталкиваются. В чем же преимущество? Непосредственно для почек хотелось бы выделить высокую разрешающую способность. Она играет здесь достаточно принципиальную роль. Возможность выполнения исследования пациентам с хронической болезнью почек на поздних стадиях, потому как большая группа пациентов приходит уже на фоне либо нефрактомии с образованием в контрлатеральной почке, либо на фоне большого количества резекций. Соответственно, есть группа пациентов, которые ограничены в выполнении иных модальностей. Соответственно, в данном случае контрастное ультразвуковое исследование может нам помочь. И вот есть последний пункт, вес более 150 килограмм, который я бы хотел обратить внимание, потому что, с одной стороны, да, потому как для компьютерной томографии это, наверное, многовато, и это будет как невозможность выполнить. Однако на данный момент у нас есть такое направление, которое сейчас активно развивается, оно называется body positive или plus size models, которые позиционируют себя как люди, которые имеют, могут и хотят жить и быть в высоком, так скажем, индексимации тела. При этом я бы все-таки отнес к трудностям выполнения исследования, потому как у почки есть своя клетчатка, которая достаточно насыщенная жировой тканью, при этом есть подкожно-жировая клетчатка. И в отличие от поверхностно-расположенных органов, мы в ряде случаев и в B-режиме, и в доплере просто можем не получить никакую информацию о наличии очага. Если мы не получим информацию о наличии очага, мы, соответственно, не сможем провести их контрастирование, потому как мы не знаем их контрастирование, чего мы проводим. Второй момент – это синхронизация с дыханием. Это, на мой взгляд, тоже большой вопрос, потому как группа пациентов, которые приходят, как правило, с образованием почек, это пациенты, групп старше 50-60 лет. Иногда бывает сложно договориться с пациентом и попросить соблюдать некий алгоритм для выполнения контрастного исследования. И в ряде случаев, на тот момент, когда исследование приобретает и поступление контрастного вещества в самом ходу, пациент либо выдыхает, либо начинает часто дышать, и, соответственно, картинка начинает бегать. И корректно получить и обсчитать данные мы, к сожалению, не сможем. Коротко говоря о недостатках, уже было сказано о том, что мы не можем оценивать несколько зон одновременно. Мы можем оценивать несколько зон, но не одновременно. Но, тем не менее, выполнив несколько зон, мы теряем преимущество в неком экономическом формате. Соответственно, остальное – это противопоказания, которые высказаны в непосредственном противопоказании препарата сеновью, которым мы пользовались. На данном слайде представлено четыре достаточно схожих по эхокартине образования. Они, безусловно, чем-то, какими-то нюансами отличаются друг от друга, но, тем не менее, они схожи чем-то между собой. Они имеют абсолютно различные гистологические заключения, из чего вытекает вопрос, что же нам может дать вообще в целом ультразвук в Б-режиме. Потому как информация крайне мала, она крайне скудна, и мы не можем, отталкиваясь от информации в Б-режиме, какие-то предположения высказывать. Можно, пожалуйста, свет выключить? Коротко представлю несколько наблюдений. В данном случае это просто демонстрация наличия очагового образования. Оно не имеет какого-то веса с точки зрения показательности их контрастирования, потому что мы здесь действительно видим образование. Оно гипоэхогенное, оно, скорее всего, смутило бы большую часть специалистов ультразвуковой диагностики. Оно имеет достаточно обособленный кровоток от здоровой паренхимы. В режиме эхоконтрастирования мы видим раннее поступление контрастного вещества в сравнении с поступлением в здоровую паренхиму. Здесь все пазлы складываются, выставляется диагноз образования, а гистологические подтверждения мы получили. Дальше в Б-режиме у девушки мы обнаружили гиперхогенное образование с анохогенными включениями с достаточно неровным контуром, имеющим локусы кровотока в режиме цветового доплеровского картирования. При проведении эхоконтрастирования мы получили раннее периферическое накопление и позднее центральное, и интенсивность накопления была несколько выше, чем накопление в здоровой паренхиме. Наши предположения были за ангиомиолипома, пациентка выполняла и КТ, и МРТ, и мультимодально данные были сопоставимы, она не оперировалась, она наблюдается. Интересный клинический случай, девушка иногородняя по УЗИ и по компьютерной томографии, вот в этой области было заподозрено образование, потому как есть некая обособленность данной зоны, и доктору ультразвуковой диагностики это не понравилось, она попала к нам на дообследование. В режиме цветового доплеровского картирования мы не получаем какой-то, так скажем, окончательный ответ, потому как здесь имеется достаточно идентичное паренхимия кровоснабжения. Девушке выполнялось их контрастирование, и мы получили идентичное поступление и идентичный выход контраста из как паренхимы, так и предположительно зоны образования. Соответственно, в данном случае мы высказывались о анатомическом варианте строения почки. Следующая большая группа и очень важная с точки зрения контрастирования группа пациентов – это пациенты с кистами. В большей части нас будут интересовать кисты категории 2F и 3, потому как при выполнении компьютерной томографии, при выполнении магнитно-резонансной томографии нередко возникают вопросы и возникают сложности, потому как нет такой высокой разрешающей способности. И часто сталкиваются с наличием белкового компонента, с наличием пристеночных незначительных разрастаний, и это оставляет всегда за собой определенный ряд вопросов. В данном случае был пациент с неким образованием гипоэхогенным по нижнему контуру почки. В режиме цветового доплеровского картирования я постарался максимально объективно показывать картинку, потому что если бы это был срез, я мог бы его поймать на отсутствие каких-то локусов кровотока и сказать, что здесь ничего не было. Однако неубедительно, но они присутствуют, мелькают периодически локус кровотока и не дают нам понять, с чем же мы именем дело. В итоге мы провели их контрастирование, однако данный случай был непрост в том плане, что качественная оценка была затруднена, потому как мы имели активное накопление в паренхиме, но при этом также мы имели какое-то пристеночное накопление по контуру данной зоны. Соответственно, здесь пациент выполнил все необходимые условия для построения количественной оценки и в данном случае желтый трекер был выставлен на паренхиму, а красный трекер выставлялся на образование. Пациент проходил после этого магнитно-резонансную томографию и там была подтверждена киста с густым содержимым. На фоне простой кисты босняк-1 здесь очень сложно видно, она еле-еле визуализируется, это зона. Вот сейчас она появится вновь. Вот эта вот зона незначительных размеров. Очень сложно определить ее было на фоне кисты. Благо, пациент проходил до этого компьютерную томографию и можно было ее обнаружить. Есть незначительная зона, которая не дает нам понять, с чем мы имеем дело. Будь то киста сложная или какое-то образование. В данном случае было очень показательное их контрастирование. Пациенту удалось зафиксировать вот это данное образование, которое в артериальную фазу активно, очень активно законтрастировалось. Нами, как и коллегами с компьютерной томографией, было высказано предположение о кисте босняк-3. В результате при верификации мы получили почечно-клеточный рак. Еще одно исследование, но здесь их контрастирование и ультразвук показали себя максимально хорошо, с максимально выгодной стороны. Образование в средней и третьей почке. Кистозно-солидное или солидное, может быть, вовсе кистозное. Не очень понятно, потому что нечеткие и неровные контуры не очень хорошо визуализируются. И по кровотоку при цветовом доклеровском картировании не совсем понятно, получаем ли мы данные за наличие, за регистрацию кровотока или нет. Пациенту выполнялась компьютерная томография. Выявлялось образование жидкостной плотности, но с пристеночным солидным компонентом. И доктора компьютерной томографии были вынуждены высказаться за категорию босняк-4. По каким-то причинам данному пациенту также выполнялась МРТ. Вот данное образование. И данное образование будет также видно на аксиальных срезах. В данном случае доктора высказывались о отсутствии солидного компонента. И лишь за счет наличия белка в структуре была высказана данная за категорию босняк-3. Но, тем не менее, тактика лечения от этого не менялась. У нас была возможность выполнить данному пациенту контрастного сильного ультразвукового исследования. Вот эта зона и отчетливого накопления, как оно было в предыдущем случае, как оно будет еще в последующих, мы не наблюдали. Соответственно, нами была высказана, у нас была возможность высказаться за категорию босняк-2, потому как это никоим образом не меняло тактику дальнейшего лечения, потому что на данный момент на ультразвук хирургии не ориентируется. Пациент был прооперирован, в заключении мы получили сегментарную кистозную болезнь почки. Следующий пример. Например, киста. Здесь наверняка у большинства коллег ультразвуковой диагностики возникнет смущение и сомнения по поводу этих септ и перегородок. Однако истинности наличия кровотока в них мы не имеем, и выполнив их контрастирование, мы смогли расставить все точки над И, потому что имели активное контрастирование в септах и высказывались за категорию босняк-3. По гистологическому заключению получили почечноклеточный рак, светлоклеточный вариант. И последний случай по кистам. Также не совсем понятная зона. Она тем более находится не у коркового вещества, а достаточно центрально. Зона предположительно с каким-то перифокальным отеком, либо это пристеночное образование, либо это кистозно-солидное образование. Кровоток в данной области не определялся. Выполнив их контрастирование, получили активнейшее накопление поступления контрастного вещества в данную область. И высказывались за категорию босняк-4. По гистологии получили почечноклеточный рак. Маленькая ремарка о криогенных технологиях. Все вы знаете, что они присутствуют. Вы знаете, что они используются в других локализациях в нашем центре. Это достаточно уникальная методика, которая нашими докторами была изобретена как оборудование. Методика направлена на разрушение опухоли путем сверхнизких температур. В чем ее польза для пациентов непосредственно, если мы говорим о почках? Это общие показания для методики. Однако в нашем случае самое важное – это тяжелые сопутствующие заболевания. Тем пациентам, у которых уже была анефрактомия односторонняя, тем пациентам, у которых были множественные резекции, которые были, возможно, радиочастотные абляции в анамнезе. Очень тяжелые соматические пациенты. И данная методика позволяет избежать хирургического лечения и сделать его малоинвазивным. Есть некоторые противопоказания, такие как прорастание опухоли в магистральные сосуды и стенок полого органа. Но такие пациенты, собственно, ведутся и не лечатся таким методом. Есть несколько клинических примеров данный пациент. В связи с тем, что методика уникальная и пациенты потом разъезжаются в регионы, на данный момент мало кто из врачей ультразвуковой диагностики в целом понимает, как может выглядеть зона паранхемой почки после криоабляции. Соответственно, в данном случае мы видим незначительную гиперохогенную зону в B-режиме, которая, собственно, является зоной криоабляции. Ее можно спутать вот с этим конкрементом, либо участком фиброза, который, возможно, был после установки криозонда. По кровотоку мы ничего отчетливо не получаем данные за наличие кровотока, однако достаточно показательное их контрастирование, потому как мы понимаем, что в данной зоне мы не получаем данные за активный кровоток. Соответственно, мы можем данным пациентам в обход компьютерной томографии с контрастированием, в избежании высокой нагрузки, дать понимание о наличии ранних рецидивов или о успешности выполнения данной процедуры. И еще один пациент, этот пациент, которому данное исследование выполнялось на тот момент, когда ему уже провели криодеструкцию, у него было достаточно большое образование, его видно в B-режиме, большая гетероэхогенная область с четкими контурами и не совсем понятными характеристиками при цветовом доплеровском картировании. Нам нужно было понимать, насколько была выполнена полностью абляция и не нужно ли выполнять второй этап данной процедуры. Соответственно, при выполнении их контрастирования мы получали поступление контрастного вещества в максимальную часть данного образования и было принято решение о проведении второго этапа криодеструкции данному пациенту. Коротко хотел бы сказать, в чем преимущество для почек и дифференциальной диагностики. Потому как контрастно-усиленное ультразвуковое исследование крайне высокочувствительно к низкому кровотоку, низкоскоростному опухолевому кровотоку. И уйма примеров, которые были в моей презентации, показывала, что цветовое доплеровское картирование не дает нам полной информации, не дает нам возможности высказаться корректно и конкретно в ряде случаев. Если мы говорим о кистах, то, на мой взгляд, ультразвуковое исследование с их контрастированием должно и в перспективе, наверное, будет использоваться. Потому как много вопросов и мало ответов мы получаем при компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. И конкретно в одном случае мы смогли достичь понижения категории до категории наблюдения активного, но к нам не прислушались на тот момент. И также хочется сказать, что целост не может дифференцировать различные виды, но, возможно, в этом нет и необходимости, потому что у нас чаще всего встречается светлоклеточный вариант почечноклеточного рака. На моей памяти у нас буквально один-два случая, когда мы сталкивались с хромофобными популярными вариантами, но, тем не менее, дифференциальная диагностика в данном случае затруднена. Как вы понимаете, без практики науки быть не может, поэтому до тех пор, пока мы, так скажем, ограничены в их контрасте, мы все это только можем рассказывать, но не выполнять, к сожалению. У меня все, спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...